Субтитры делал DimaTorzok Очень-очень старая, но зато очень достаточно интересная. Я в неё играю до сих пор. Что про неё могу сказать? Это стратегия, достаточно большая. Будем играть случайную карту для ознакомления. Компьютеров выберу сложных. Это достаточно сложные компьютеры. Они меня часто убивали раньше. Но я сейчас буду играть на условиях, невыгодных для компьютера. Во-первых, это будет карта минимальная. Во-вторых, это будут большие острова. Что даст мне преимущество в том, что между мною и компьютером противником Будет природное ограждение из своего рода реки. Не река, а море. Но толщиной она будет не больше, чем река. Это будет один остров и второй остров. Между ними тонкий слой воды. Ну, надеюсь. Смотря как генерируется карта. Вот, в принципе, свою часть острова я полностью окружу башнями. Чтобы вражеские корабли не могли проехать ко мне. И вражеские транспортные корабли не могли перетянуть ко мне своих воинов. Ну, а если даже и смогут, то, в принципе, я уже там буду как-нибудь с ними разбираться. Вот, а с моей стороны я в дальнейшем буду ставить еще, строить пушки, катапульты, пушки, там, в зависимости от эпохи. И обстреливать здание и вражескую пехоту, которая будет пытаться сесть в транспортные корабли на противоположном острове, на вражеском, через речку. Надеюсь, буду доставать. Вот, начинать я буду с дистанционной эпохи. Чтобы показать всю, как бы, игру. Так как игра больше заключается именно в этих эпохах. В переходах этих эпох и тому подобное. Но заканчивать я буду индустриальной эпохой. Так как атомные и электронные наноэпохи мне немножко не нравятся. Там уже идут самолеты, авианосцы, подводные лодки, вертолеты. В общем, меняется вся тактика. И, как бы, там не очень интересно. Там корабли ядерные, которые могут стрелять ядерным оружием. Которые очень сильно эффективно против маленьких карт. Так как можно одними ядерными ракетами и самолетами разбомбить весь остров. Ну, вот, несмотря на вражеское ПВО, которое можно, допустим, с подводных лодок... Сколько они называются? Континентальными ракетами, которые стреляют на всю карту, если выбирать минимальный размер. И целиться по ПВО вражеским. То есть, не совсем интересно и не хочу я. Мне не нравится. Я поэтому на индустриальной эпохе закончу. Вот. Единственное еще, какую фору я себе сделаю, это изначально у меня будет 20 граждан, а у противника один. Что мне это даст? Даст мне это то, что... Ну, я, как бы, немножко быстрее изначально буду развиваться. Хотя я почти уверен, что в ближайшие 10 минут, которые я буду играть, у меня будет, ну, там, сколько... Ну, 30-40, а у противника уже, наверное, все 100 юнитов, он очень быстро их строит. Особенно тяжелый компьютер. Так, в принципе, можно начать.